Приветствую вас, Арина. Давайте разберём ваш вопрос. Честно говоря, когда я его прочитал, от меня несколько ускользнуло его суть. Помимо того, что я почувствовал некоторую такую тревожность и некоторую такую, знаете, ну, я бы сказал, наверное, неестественность в поведении вашем. То есть, какой-то такой, может быть, страх близости, это, может быть, такая какая-то игра у вас, вот, при взаимодействии с, ну, мужчиной, да, то есть не совсем естественно здесь у вас поведение. Итак, меня зовут Арина, мне 22 года. Имеет ли значение для вас какой-то возраст? Общаясь с парнем, мне 23 года. Опять же, имеет ли значение для вас какой-то возраст старта? Изначально у нас не было просто общение, потом он стал проявлять ко мне симпатию. По поводу чего было общение и что вас объединяло в мужчина, это очень важно. Он стал проявлять ко мне симпатию, но я не отвечая взаимностью оттолкнул его. Почему? Зачем нужно было отталкиваться? После этого я решил не торопить события, все-таки он мне уже начинал нравиться и я проявил активность. То есть здесь как-то вот такая какая-то двояк, да, сверва оттолкнули, потом проявили активность. То есть, ну, такое ощущение, что у вас нет своей четкой позиции по отношению к мужчинам. К мужчине есть ощущение, что вы боитесь близости. Мы начали лучше общаться, однако как раньше при общении была периодически некоторая отстранённость, зажатость ступила. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Имеете ли вы в виду себя, имеете ли вы в виду его, имеете ли вы в виду вас обоих, но по большому счёту это некоторая стереотипичность взаимодействия, когда нужно постоянно говорить, чтобы разговор постоянно, постоянно. Так сказать, шёл, утёк, как я вас понял. И это негативное отношение к тишине, к тишине, к молчанию и так далее. То есть, по сути, вы не можете помолчать с человеком, если я правильно вас понял. В этом смысле я бы сказал, что опять же здесь есть проблема с естественностью, проблема с принятием своих чувств того, что вы хотите по отношению к себе, по отношению к партнёру. Со временем отношения улучшились, мы лучше друг друга узнали, общение стало свободнее. Ну, опять же, да? По поводу чего было ваше общение? Проблема заключается в том, что недавно у нас возникла ситуация, в которой наше отношение к ней полностью отличалось. Какая ситуация, вы её не описываете. После этого он сказал, что с одной стороны, я ему нравлюсь, с другой стороны, он не понимает, почему мы до сих пор общаемся. Я бы сказал, что есть тип людей, которые считают, что сблизяться можно только с теми, кто похож на них. Вот это такое вот представление. А разница в людях пугает, разность людей пугает, вот. Понятно, что здесь речь идёт о некой тревожности, о неуверенности в себе человека, но тем не менее, тем не менее. Мы разные, у нас разные вкусы, мы по-разному думаем, и за это время так и не нашли общий язык. Опять же, что вы здесь понимаете под общим языком, для меня не совсем ясно. Он не понимает же, что между нами происходит. Ну, по сути, человек боится чувств, мне кажется, не хочет брать ответственность, потому что совершенно очевидно, что он понимает, что между вами происходит, ибо он начал проявлять вам симпатию. То есть это как бы всё очевидно здесь. Да, мы действительно разные, меня это не напрягает. Но, опять же, вы просто более уверены в себе с одной стороны, с другой стороны, вы тревожны и боитесь близости. То есть это... Вот у меня такое ощущение, да, что вы оба тревожны, вы оба неуверенны, вы оба сомневаетесь в себе и друг друге, и пытаетесь строить отношения через опору друг на друга. А это не работает, потому что в отношениях нужно опираться на себя, а на себя опираться вы не можете. Ни вы, ни он, судя по всему. Обычно, когда люди категорически друг другу не подходят, то у них взаимный дискомфорт. Да нет, не факт. И вызывает вопрос, а что такое явление, когда люди не подходят друг другу? То есть что это такое? Как один человек может не подойти друг другу друг другу? То есть это вот по аналогии, да, с пазлом. Вот пазл, да, может не подойти, а как человек может не подойти? Ну, большой вопрос. То есть здесь все упирается в категоричность суждений человека. Если человек считает, например, что все люди это очень плохие существа, кроме одного типа людей, то да. Естественно, вот эти все люди будут ему не подходить. Но будут ли они ему не подходить по факту? Большой вопрос. Поэтому, что вы имеете ввиду здесь? Так, как поговорить с ним и объяснить, что сомнения абсолютно нормальные, что не стоит прерывать общение? А он хочет прерывать общение? Вы об этом не говорите? Харим. Поговорить никак, потому что сомнения у человека есть, а если вы будете их уговаривать, то сомнения еще больше будут о себе давать знать. Здесь необходимо принять все, что он выращает и просто позволить ему идти по этому пути, по пути выражения своих чувств. Только так человек может себя познать. И вам то же самое следует сделать, но именно в случае своих чувств, свои чувства, не эмоции, а чувства. Это разные вещи. Вот. А как вообще понять его? Ну, как понять его я не знаю, потому что это третье лицо, а вот понять вам себя вполне можно, но для этого необходимо с вами пообщаться. О тех проблемах, которые я в том числе озвучил. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена. Я надеюсь, что вы либо самостоятельно, либо вместе с молодым человеком обратитесь за помощью к специалисту и решите все свои проблемы. Я желаю вам всего самого доброго.